а здрасьте всем друзья привет уленьки продолжаем играть до старую ферму у нас наступила осень сентябрь и он в общем-то пройдет быстро я думаю что мы в этой серии всю осень сейчас прогоним хотя опять ее буду записывать миллион лет и будет она занимать времени тоже получится очень длинный так стыдовая загружайся техобслуживанием вопрос сколько его у нас уже здесь есть вот там будет почти полная машина мы ее сейчас отправим и так с какие у нас планы на сентябрь во первых контракт контрактов не очень много о известь еще появилась контрактов не очень много и это все удобрение в основном один посев тут есть ячмень одна прополка но получается все остальное удобрение и известь известь пока мы делать не можем потому что у нас нет денег потому что у нас опять отрицательный баланс также друзья нас сегодня ждет работа на наших полях у нас есть два поля на которых раньше росла канала 36 и 38 их мы сегодня засеем обязательно плюс наше 45 поле на котором мы засеяли канала в прошлый раз нужно здесь пройтись удалить сырники но и друзья на все производства которые у нас здесь списке есть слева все эти производства нужно будет обслужить так чтобы эти надписи поисчезали но по крайней мере что сможем потому что есть например протовитель семян мы не сможем обслужить давайте отправим технику работать наверно какую-то самое долго у нас будет работать полонник 77 поле боже сколько он его будет по времени делать я не представляю отправим технику работать потом уже будем производства обслуживать мы получается обслужим чтобы это все сейчас пропало до ноября а в ноябре чтобы всю зиму нормально провести мы тогда прям а забьем по полной и так вдруг ты у нас едешь на 77 поле она у нас вот тут она здоровенная то есть он его работы работать обрабатывать будет прям долго поэтому ты погнал далее наша удобрял к благо у нас есть свои удобрения уже на элеваторе он будет загружаться и парковаться по завершению моему отменяем потому что ему работы непочатый край начнем друзья самых маленьких полей мне почему-то так больше нравится 73 потом 51 хотя вот они знаете ли что удобнее было бы как-то по списку от 11 начнем плюс она еще и рядом у нас тут он его быстро сделает но и появятся денежки что самое прекрасное далее наш опрыскиватель у него есть тут гербициды но у нас еще и на сепараторе они производятся поэтому моему а он уже ездил на сепаратор пополняться все нормально он у нас 45 поле пойдет обслуживать и острые углы ему тоже ставим здесь конечно кусок поля такое не самый прекрасный здесь что-то как-то плохо это все работает но ладно мы его чуть что поправим потом когда траву уже следующем году будем там косить все будет нормально не ты у нас тоже паркуешься по завершению тебя все будет хорошо и друзья посев посев начнем с наших полей контракт потом то же самое ездит пополняться он на элеватор когда у него все закончится так как мы наши поля 7 то мы его включаем удобрение селкой ставим автоматическую дозировку здесь и автоматическую дозировку семян начинаем друзья с маленького поля тридцать восьмого там мы посеем пшеничку посеем две в общем-то зерновые культуры первый вот одно из них же не слушайте а у нас лавил здесь принимается а чё я думал что рожь рожь тоже принимается на вторую линию ножа в садах рена есть я его продавать хотел чего его не отвез сюда целых два прицепа в любом случае тогда 7 пшеничку и например рожь или третикали или полбу эти полбу просто потому что так хочется полба у нас тоже сеется вот сейчас в сентябре как и вот эти вот все три так что все нормально чтобы просто были разные культуры разные линии чтобы быстро все работало делала нам семена пшеница во а и поле конечно же поле тоже надо выставить поле 38 все друг ты у нас погнал часу сначала съездит заправиться семенами удобрениями потом поедет там работать ну и получается с полями все а сколько у нас извести лежит в этом вот прицепе 26 кубов можно его принципе на отправить может 26 кубов этих хватит к нам поле надо посыпать известью 57 57 поле у нас по моему здесь уж тебя может ему и хватит это извести ей давай работой тогда опять-таки с минимальной дозировкой будет не сильно большой расход может и хватит давай друг тоже погнал на всякий случай закупку ему здесь ставим но надеюсь не пригодится пикс что у нас давай уезжай будем смотреть удобрение у нас здесь не сильно много 30 кубов всего семян много удобрения бы надо отвести сюда хороший вопрос сколько у нас их есть 37 кубов у нас их здесь два раза отправляем тогда нашу возилку вот эту пускай она привезет сюда удобрения уже обслуживание техники пошло но вот как так удобрение два раза погнал но и дальше погнали тогда смотреть что нам еще сегодня надо сделать по поводу наших производств первое в списке протравитель семян протравка семян линии 4 мы не можем ее пополнить далее у нас идет биогаз север силос этим у нас будет заниматься наша джесси бишка с вот этим вот фуражным прицепом на 50 кубов который мы еще не кстати поменяем что у нас эти вообще в башне по силосу 592 куба она складе тюков 456 кубов что имеет смысл и сюда все перетарабанить так контракт на поле 11 завершён ну-ка давайте-ка мы его прервем чтобы он не тратил наше удобрение ладно давайте по списку пофиг поле 15 все равно все придется делать что обычно я как-то с меньшего к большему иду но ладно все друг давай есть туда а мы к нашему фуражник возвращаемся ладно мы этими перевозками потом чуть что займемся не знаю если смысл наверно будет смысл освободить силосную башню но это так потом сейчас нас интересует силос на бга север разгрузка сколько его здесь влезет его здесь влезет прям до хрена лежит его здесь тоже до хрена девять раз короче почти весь вывезет с башни в общем-то девять раз забирай и по-быстрому это все ввези и это у нас отсюда пропадет далее по списку фэт свинарник корм я кстати поставил новый модик еще один на сегодня много новых модиков будет опять называется animal food counter или что-то такое короче показывает сколько вот эти вот наши товарищи и едят в день и в год кстати вот этих свинок мы же продаем правильно они у нас все 24 месяца 1200 самые дорогие погнали продавать я совсем про них забыл сейчас и денежки еще какие-то появятся их у нас всего 65 штук продаем 69000 прекрасно и 5000 тоже продаем нет было бы до хрена корма я бы вообще свиней держал бы тысячу штук и пусть они бы там плодились и все такое продавал бы постарше и почаще и было бы больше навоза и больше всего а так вот мы кстати продали этих свинок и у нас стало daily food меньше насколько я понимаю вот если 17 тысяч вот эти 700 675 умножить на 12 год мы далеко не вот эту цифру получим поэтому может быть он считает что если они вот подрастут потому что насколько я понимаю вот эти вот месячные свинки жрут больше то есть меньше чем вот эти свинки которым 14 месяцев но я могу ошибаться это неточно любом случае корма надо им закинуть потому что им его осталось на 6 часов всего и хороший вопрос сколько у нас этого самого корма осталось у нас 48 кубов корма есть давайте весь им и загрузим отправим она один раз отвести например вот этого беленького отправляем его на нпз съездить свинарник привести корм для свиней один раз погнал с этим разобрались далее водоочистная станция источной воды требуют на самом деле это источной воды не так много собирается 120 кубов есть но наша новоиспеченная вольво две поездки давай шуру и отвези еще воды немножко туда далее наш лесоруб требует поддонов и мы их пойдем конечно же ручками отнесем и загрузим каждому наверное лесорубу по три или по четыре поддона у нас тут уже скопилось немало поддоны есть 30 штук или может быть все им закинуть по 50 кубов каждому не обойдутся давайте 12 штук 60 кубов им закинем по четыре штуки каждому я думаю им этого будет прям предостаточно руками их отнесем главное не попутать кому сколько мы отнесли это первый лесоруб получает второй поддон третий поддон и последний четвертый поддон все давай загружайся и списка он исчез далее второму лесорубу 2-ому лесорубу 2-ой поддон 2-ому лесорубу 3-й поддон и 2-ому лесорубу 4-й поддон все и осталось у нас 4 поддона которые все пойдут третьему лесорубу все все четыре готова получается загруженным будет у них у всех а у них здесь местимость всего по 40 кубов по 50 мы будем даже и не закинули ну и ладно в общем то на половину но они забиты вместительностью, так что все нормально, все надолго. Далее по списку у нас производство удобрений и туда нужен навоз. Навоза у нас есть аж 102 куба уже, кстати. У свинок 72 куба лежит и на сепараторе 31 куб. Я думаю, что мы мана отправим к свинкам. А на сепараторе даже пускай лежит, пока что не к спеху. Так, контракт на поле 57 завершен. Прекрасно. А что у нас? А, у нас там была прополка. Все, контракт принимаем, он пускай возвращается на базу. Так как мы приняли контракт, он там уже, даже если сыпет, то ничего не рассыпает. Я потратил, он уезжал 26 кубов было, осталось 18, так что нормально. С минимальной дозировкой прям все хорошо вышло. Так, друг, ты у нас едешь на свинарник, забираешь навоз, выгружаешь его на производство удобрений выгрузка и везешь ты навоз. И тоже один раз, 59 кубов пускай везет, в общем-то этого должно будет хватить на какое-то время. Далее, протравка семян, линия 2. Туда мы тоже ничего отвезти не можем, поэтому и бог с ней отключим. Мастерская, планки нужны. За планками давайте сходим и поддончик принесем просто руками. Тут совсем рядом идти. Проще сделать так. Можно даже, знаете ли, два поддончика взять, 10 кубов. И просто отнести, потому что так будет быстрее, чем возить. И в миллион раз проще. Так, один поддон выгружаем. Так, кто-то тут дорогу не поделил. Ну, чуваки, ну вот что вы как маленькие, ей-богу. Все, вроде разобрались, все нормально. Бывает иногда такое. А нам нужен еще один поддончик с планками. Хорошо быть сильным и просто вот так вот руками их носить, да? Сильным и быстрым. Так, выгружаем планки. И у него теперь тоже все хорошо. Далее, протравка семян. Микс 1. У нас есть еще один ман. И у нас есть там 118 кубов овса, да? 118-300. Как раз ровно на 2 мана. С элеватора на производство семян выгрузка овес с 2 раза погнал. Так, далее. Лесопилка и дерево. Я, кстати, дерево начал свозить на этот склад потихонечку. Тут 270 кубов есть. Я думаю, что мы их сейчас и отвезем. Давай, 3 раза. 210 кубов он, получается, отвезет за раз. Мы же на лесопилке как раз делали вот лесопилка-выгрузка. Специально точку для этого товарища. Поэтому давай, 3 раза, шуруй и едь. Вези. Далее, надо заполнить сепаратор и лесоруб дизельное топливо. То у нас, кстати, по топливу. А 214 кубов у нас этого самого топлива есть. Плюс мы еще завтра соберем подсолнечник. Еще и будет вырабатываться. Так что все, в принципе, нормально. Давайте на топливо отправим нашего вот этого товарища. 3 поездки со сменой доставки. Менять только доставки. Везешь к лесорубам. Соответственно, 3 раза меняешь доставки и, в общем-то, их тоже заполняешь. Погнал. Черт, он ДСП начал грузить. А ну-ка, стой, товарищи. Че я тебе не поменял? Стоять. Как раз 65 кубов. Не туда бы ты их привез. Дерево надо грузить, конечно же. Ждем, пока выгрузится. Блин, сколько у нас техники он работает, да? Все что-то возят. Но оно почти все по одному разу им съездить. Поэтому они быстро будут заканчивать свои вот эти вот дела-делишки. Будут возвращаться. Разгрузка прям не быстро идет. Ну и ладно. Давай, друг, все, загружай дерево и вези его на лесопилку. Кстати, тот триггер я еще не проверял, работает или нет. Но, скорее всего, работает. Но все равно надо будет проверить. Так, дерево есть. По сути дела, из этого списка всего. Надо будет еще на производство удобрений жидкий навоз отвезти. И на компостер соломы. У нас-то всего в достатке. Компостер солому отправим в нашу GCB-шку. Но производство удобрений жидкий навоз это уже наша бочка, когда вернется. Ну и получится, что как бы и все. Пойдем тогда сбегаем на поля. Посмотрим, как дела у наших товарищей, которые пошел сеять. И которые опрыскивают. Ну, опрыскивать он опрыскивает. Да. У него все хорошо. Он там нормально развернулся. Просто здесь есть такой один угол. Видите, поле прям к дороге идет. Это вот так вот оно прописано. Здесь не очень удачно. Уровень PH плохо. Но это здесь, видимо, какая-то мертвая зона есть, да? Да. В целом все будет нормально. Вот. Ну, он здесь повернул, развернулся. Так что все нормально. Опрыскивает и хорошо. Товарищ, который у нас сеет, тут тоже, в принципе, все хорошо. А надо будет еще и прикатать эту штуку. Но это не проблема. Прикатаем. Удобрений он довольно много тратит. У него в баке 38% всего осталось. И вот здесь вот он не просеял. Ай-яй-яй. Но в целом все хорошо. А дерево пошло выгружаться. Так что там все работает. Может, мы его даже и найдем. Да, вот он. Все нормально. Все путем. Дерево выгружается. Лепота. Так, Джесси Бишка у нас прибыла, да? Так, этот о чем приехал сюда? Ему же на парковку. Че он сюда приехал? Уже второй раз такая история, кстати. Да, Джесси Бишка приехала. Давайте посмотрим на наш компостер. Соломы 82 куба осталось. И она уже просится, да? Ну, давай с элеватора повози соломки. Компост выгрузка и солома. Четыре раза отвези. Должно пока будет хватать. Погнал. Так, здесь у нас на базу прибыла наша маленькая возилка. Ей мы вроде как ничего не собираемся давать. Никакой работы, да? Да, ей ничего делать не надо. Поэтому ты на сегодня как бы и все. Отдыхай. Здесь кто-нибудь вернулся. Здесь пока никто не вернулся. Давайте тогда еще и вот этого товарища отправим. Развести техобслуживание. Вот эти вот 72 куба. Пускай ездят по точкам, начиная с производства удобрений. Чтобы на лесорубах он закончил. Потому что им вроде как там и не хватит полностью заполниться. Не знаю, сработает ли то, что одна поездка у него. Скорее всего, что нет. Ну, короче, пускай ездят и развозят. Когда они закончатся, приедет сюда, не сможет наполниться и не уедет. Так, ман один вернулся. Ему тоже работы никакой пока нет. Сыпучие грузы мы развезли быстро. Ну, ты тогда тоже отдыхай. Самое большее сегодня будет трудиться наша удобрялка, я так понимаю. А, бочка возвращается. Еще один ман возвращается. И известковалка наша вернулась. Все возвращаются. Бочку мы сейчас зарядим еще покататься. Нам прибыл на парковку известь. Молодец. Этот ман у нас тоже сейчас на парковку вернется. Этот вернется. Все возвращаются. Да, сточной воды он прям тоже немного отвез. Надо, друзья, поставить коллектор источной воды. Но у нас сейчас нет денег. Так, куда ты у нас сейчас поедешь? Ему надо было отвезти дегистат на сепаратор. Дегистата у нас аж 600 кубов есть. А в сепаратор влазит 800. В общем-то, можно это все дело отвезти. Давайте для начала отвезем тогда жидкий навоз на производство удобрения. Одну бочку. Жидкого навоза тоже много на свинарнике. Водитель прибыл на парковку сажалка. А что ты довернулся домой, я не понял. Видимо, я забыл выключить там штуку эту. Ну ладно. Так, свинарник, жидкий навоз, производство удобрений, выгрузка, жидкий навоз. Все правильно. Один раз, давай едь, вези. И возвращайся сюда. Потом поедешь катать дегистат. Да, правда вернулась наша сейлка. И здесь она, видимо, все засеяла. И здесь у нас стало 99. Культивации до конца не хватает, представляете? А что так? Видимо, вот из-за этого маленького кусочка. Он везде остается. Вот здесь вот, видите, маленький остался пипка. Здесь я, по-моему, вручную доделал на этих двух полях. Но за раз осталось. Друг, тебе еще 36 поле сеять. Ты что вернулся-то? Туда мы хотели что-нибудь, типа третикали какого-нибудь. Или рожь. Давайте рожь, ладно. На поле 36, друг. Ты сейчас поедешь работать. И еще у нас контракт на ячмень есть. Поэтому возвращаться обратно тебе не надо. Не возвращайся. Погнал. Давай, едь, сей. Все равно, кстати, это самое, ему удобрениями надо пополниться. Поэтому ничего страшного, что он сюда вернулся. Еще один ман у нас приехал. Все, маны все вернулись. Значит, мы его блокируем. И второго тоже блокируем. Кстати, друзья, я поставил еще один мозик. Sell Price Trigger, по-моему, называется. Если вдруг у кого-то вопросы возникли, почему написано, нечего продавать. Есть, короче, такая вот интересная штука. Основная функция у нее, насколько я вообще понимаю, присылать какое-либо уведомление о том, что цены поднялись. Но также он работает в паре... Да, вот цены. Он работает в паре с Production Info. Вводит вот этот вот прекрасный худик. Если у нас появляется чего-либо, 100 кубов на каком-либо складе, на что хорошая цена, вот так вот он выглядит. Или на что средняя цена. И вот я не знаю, будет ли это работать. Надо ли ставить это все дело, надо ли настраивать. Но не знаю. Вроде как мне говорили, что он должен какое-то время поработать, чтобы здесь цены обновились. То есть не один год. Короче, есть и пускай работает. Посмотрим, к чему это приведет. Я просто не хочу профукать в тот момент, когда мы, например, льняную солому пойдем продавать. Если так понимаю, вообще сразу все идет. Но вот льняная солома. Сейчас цена 112, самая низкая 108. Средняя цена 110, рекордная цена 112. Но если мы посмотрим вот в эту менюшку, то он говорит, что самая хорошая цена 151 в январе. Но тот модик, насколько я понимаю, прям отслеживает просто цены. Ведет свою базу данных, а не типа заложенную в карте. Льняная солома 5 миллионов литров. И вот здесь колебания цен. Здесь и 146 вообще написано. Видимо 151 типа самый топчик. Вот мы эту цену тогда и ждем. Планки, кстати, сейчас в хорошей цене. У нас их есть 121 куб. 30 кубов на лесопилке, 90 на складе. Мы продадим за 74 тысячи. Хотя типа рекордная цена 600. В общем, в теории он и будет нам показывать. Наверное, пускай он поработает. У нас сезончик этот модик. И потом посмотрим годик. Как он работает. Сейчас это неинтересно. Так, этот товарищ, судя по всему... А не, тут все тут проезжают. Я не знаю, просто он едет на парковку. Или он еще не отвез дерево. Не, он еще прицеп дерева повезет. Нормально, оно уже из списка исчезло. Потому что дерево мы завезем немало. Тем временем лесорубы еще наделали трохи. И на лесопилке есть что забрать. И щепу, наверное, оттуда стоит забрать. Давайте, наверное, заберем. Отправим какого-нибудь мана пять раз съездить. Он почти все оттуда увезет. Что-то останется, но как раз на производство ДВП, ДСП будет. Щепа нам вроде как в следующем году понадобится. Я вроде как собирался ставить в следующем году столярку и целлюлозную вот эту вот штуку. Там щепа будет нужна. Так что у нас будут запасы, это хорошо. Но серьезно, почему вы не уступаете дорогу друг другу? Непонятно. Блин, а по лольнику работает 2 часа 36 минут. Вот не хотел я этот контракт брать. И это все за 13 сраных тысяч. Ну вот как так? Контракты на прополку невыгодные от слова совсем, ребята. И кстати, раз уж мы поговорили про новые моды, я тут еще один себе мод поставил. Называется контракты на сечку, насколько я понял. Не знаю, будет ли он, как он будет работать. И для него пришлось обновить better contracts. Если что, на сайте выложена сейчас свежая версия, если вы вдруг оттуда качали. Можете на сайте зайти обновить. В общем-то, возможно, насечку еще у нас тоже будут контракты. Возможно, кстати, может у нас кукуруза где-нибудь сидит здесь. Вот кукуруза на 67 поле есть. Посмотрим, может быть ее захотят насечку убрать. Хотя это надо было бы делать уже сегодня. Не знаю, как это будет работать. В общем-то, ради интереса я его у тебя поставил. Так, поле 57, вспашка земли. Тоже давайте примем. Отправим наш плуг по-быстрому там все перепакать. Все равно там 2 часа еще будет полонник ездить. Ой, каток. Каток тоже надо отправить. Прикатать поле. Чуть не забыл про это. 38 поле. Давай, друг, езь туда, прикатывай. И, разумеется, припарковаться тебе не надо, потому что 36 тоже надо будет потом прикатать. И плуг мы хотели. Да, один трактор от плуга мы стырили. Трактора они обновили. Я, как всегда, молодец. Поле 57 нам надо вспахать. Поэтому давай, друг, на поле 57. Хотя он с ним довольно быстро справится. Даже в одного. Давай, друг, тоже погнал. Блин, лесоруб, дизельное топливо уже требуется. Вот как так? Только отвезли. Значит, надо еще отвезти. Так, это двигается на место парковки. Давайте мы его прервем и отменим это все дело. Для него была еще работа отвезти дегистат. Сколько мы его хотели отвезти, этого самого дегистата, кто помнит? У нас 600 кубов есть. Давайте отвезем 400 кубов. А это значит 8 раз. Давай, погнал. Кстати, поле 15 тоже контракт выполнен. Мы его принимаем. Все наши удобрялка. Все, нет доступа к участку. Не тратятся мои удобрения, да? Следующее по списку поле 22. Ну, давай, едь туда тогда. Погнал. А навоза мы привезли. На производство удобрения оно все равно из списка не исчезло. А как так? Значит, надо привезти еще навоза. У нас его есть 43 куба. 11 у свиней. И 32 на сепараторе. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы говорим этому товарищу ехать к свиньям за навозом. Везти это все дело на производство семян выгрузка. И везти навоз. Навоз. Поставим он здесь поменьше. А, у него и так 0%. Процент стоит отлично. Пойдет. Наконец, сделать 3 поездки. После того, как он загрузится на свинарник-навоз, мы ему эту точку поменяем на сепаратор. А он даже и не заметит. Отвезет тогда весь навоз, который надо. Отличный план. Так, у лесорубов, вижу, выгружается топливо. Там можно перехватить нашу вот эту вот штуку, которая этим занимается. Стой, друг. И едь еще 3 раза тогда всем еще раз отвози. Раз им мало. А что поделать? Давайте, наверное, тогда возьмем нашу вот эту Вольву. Еще на ней. Заберем все поддоны, которые есть у нас на лесопилке и у лесорубов. Загрузим оттуда все, что можно. Освободим максимум там места. Недалеко ехать я даже сам туда доеду. Ой, сюда приехал товарищ, как раз техобслуживание привез. И к кому ты едешь, друг? У него еще 35 кубов этого самого техобслуживания осталось. Он уже к третьему едет. Все, отлично. Ну, пускай выгружается ему тогда. Остальные, значит, уже забиты. И вообще все производства, остальные уже получаются забиты. Это хорошо. Да, здесь техобслуживание, видите, полное практически. Мы выгружаем отсюда дерево. 4 поддона. И давайте сразу тогда его остальных выгрузим. Дерево по 4 поддона. Здесь 4 и здесь тоже 4. О, нормалды. И сразу тогда проедем это все дело. Загрузим. Вот тякать. И погнали. Тихо, 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 тихо. Не переворачивайся, друг. Или выгрузить сразу его. А давайте выгрузим сразу же. Раз мы сюда приехали. Почему бы и нет. 12 поддонов. Все, выгружаем. Они даже сразу падают на триггеры. И прекрасно. Дерево мы прямо сегодня, получается, много привезли. Что, в принципе, хорошо. Так, друг, стой здесь. Включаем автопогрузку. И выгружаем здесь тогда все поддоны, которые можем. 8 таких, ДВП. Далее. ДСП 9 поддонов. Итого 17. Планок 6 поддонов. Итого 23. Соответственно, поддоны у нас остаются. Все влезут. 19 штук. 23 плюс 19. Меньше 50 в любом случае. Загружаем. Да, 42. Похоже на правду. Автозагрузку отключаем. И просто отправляем его на разгрузку на наш склад. Выгрузится, припаркуется и все. Так, а спринтер наш выгрузил все. Влезло в лесоруба. Поэтому давай, друг, тогда просто едь паркуйся. Тебе сегодня больше ничего не надо. Диакс, а вот этот товарищ загрузился, кстати, в свинарники. Я про него совсем забыл. Дальше он грузится у нас на сепараторе. Во. Отвозит навоз. Слушайте, а быстро мы, получается, со всем справились. Все поразвозили. С полями разобрались. Значит, смотрите, какой дальнейший план. Протравитель семян. Линию мы это выключаем, где все закончилось. Выключить. Также на второй линии тоже скоро все закончится. Мы ее тоже рубанем потом. Ну и на третьей линии тоже, когда все закончится, мы это дело тоже потом просто рубанем. Получается, НПЗ, когда закончится канола, мы просто рубанем. Водочистную станцию, наверное, мы тоже просто отключим. На сепаратор мы сейчас отвезем. Чел уже поехал туда кататься. У него все нормально. Лесоруб тоже поехал кататься. Производство удобрений тоже поехал. Но водочистную, наверное, выключу. Ну и, в общем-то, и все. Ну и, получается, осталось, друзья. С нашими полями, кстати, тоже все понятно. Там уже почти работа завершена по посеву. Опрыскивание тоже рано или поздно закончится. Останется мне еще только прикатать вот это вот поле. И, в общем-то, и все. Ну и контракты добить. Это хренище контрактов, друзья. И, в общем-то, будут у нас денюжки. А мы встретимся тогда в начале октября. Там у нас, друзья, пойдет уже новая движуха. Ну и, друзья, октябрь у нас наступил. 214 тысяч у нас на балансе. Производство жрет капец как много. Есть у нас 9 контрактиков на сегодня. Видимо, быстро мы справимся с октябрем. Хотя в октябре у нас уборка своих полей еще идет. Есть, друзья, 2 контракта на известь. Приятно. Есть сбор урожая, табака, кукурузы и еще раз табака. Есть 4 удобрения. Вот этот контракт на кукурузу, друзья, у меня сначала высветился контракт на уборку силоса. То есть, вот этот вот, то, что новый модик мы поставили. Я его взял, он исчез, я моды обновил и появилась сборка урожая кукурузы. Не знаю пока, как это будет работать и ладно. Есть тут дохрена прополок. Ну, как дохрена, 5 всего. Неинтересно, деньги неинтересные. Сбор урожая. Морковь, лук, хлопок. Неинтересно, да и не можем. Есть, друзья, дохренище опять тюкование, которое делать вот, но не могу я смотреть на тюки. С другой стороны, может быть, возьму на сено контракты. В теории, они должны будут работать и убирать это все дело фуражным прицепом. Давайте, друзья, отправим наших товарищей в работу, кто там еще не отправился в работу. Во-первых, наша посыпалка извести пойдет посыпать два больших поля с минимальной дозировкой. Так что это будет выгодно. Ну и потом, я так понимаю, после извести будет еще и культивация какая-нибудь условная. Производства все наши обслужены еще были, кстати, в сентябре. Про травку семян и НПЗ мы просто выключим. Все остальное у нас все прекрасно. Так вот, 54 и 66 поля ему надо будет посыпать известью. Известь придется нам покупать, но это пока что ничего страшного. 54 поля начинаем мы с маленького. Ну как маленькое, это вообще-то большое поле, по-моему, 54D. Оно не сильно маленькое. И парковочку мы ему тоже выключаем. И давай, едь, посыпай это известью, все будет хорошо. Далее по уборкам. Удобрения мы делаем еще уборочные. Так, значит, смотрите, есть табак, кукуруза и табак. И у нас есть наши поля с подсолнечником, которые тоже согрели. Согрели, я скажу, созрели. Два небольших и одно большое. Давайте мы один комбайн отправим на наши поля. Один комбайн отправим собирать табак и один кукурузу. Будет самым лучшим решением. Вот они наши прекрасные комбайны. Что у нас тут по жаткам лежит? Давайте на контрактные поля мы отправим Джонника и Класса. А на наше поле отправим Нью-Холланда. Потому что у него самый маленький бункер, самый маленький бак. И разгружаться ему ездить будет ближе всего. Поля здесь рядом с базой. Хотя я все равно на центр ездить разгружаться. Что-то я сейчас херню сморозил. Но ладно. В любом случае это примерно так и работает. Так, отцепляем вот эту жатку. Я, чтобы они не мешали, стал их сейчас отвозить вон туда. У нас есть поляночка. По крайней мере, когда хмель убирал, сделал именно так. И, в общем-то, меня это устроило вполне. Комбайны у нас заправлены, и с ними все прекрасно. Так, давай вот жаточку здесь доставляем и цепляем початка собирателей. Кстати, початка собирателей можно тогда тоже здесь хранить. Я их туда отвез, потому что хотел их там помыть. Но не помыл. Так, это у нас вообще классовская жатка. Здесь надо было класс отцеплять для таких целей. Но ладно уже. Подцепляем эту жатку тогда в сторону куда-нибудь отвезем. Хотя она будет работать прекрасно. Просто не по фэншую это как-то. Так, у нас деньги по... А, это известь покупает челик. Так, эту жатку мы подцепили. И джонниковскую нашу с желтыми этими початка собирательными штуками. Он у нас поедет тогда убирать кукурузу на 67-ое поле. Поле 67. И, конечно же, курс плей. Правда, он сам туда все равно доехать не сможет. Потому что жатка широкая. Здесь он автоматически выставляет 12,6 метров. Этого очень много. Я 12,2 ставлю, и тогда он нормально собирает. Давай, друг, едь. Ну, будем за ним следить, как он там будет доезжать. Ну и класс наш. Мы отправляем тогда... Какие поля нам надо убрать-то? Табак же у нас этой жаткой убирается. Надеюсь, что этой. Я как-то первый раз табак буду убирать. 69-ое поле в тех же краях. Маленькое. Давай туда дуй. Поле 69. Маршрутика мы тоже рисуем. Блин, я вот не помню. Здесь... По-моему, здесь такой вот... Типа дамбы. Здоровенная хреновина. Но мы рискнем и поставим, чтобы он Курсплей там включил. С этим понятно. Но и Нью Холланд, друзья. Его жаточку мы тоже отцепляем. И повесим туда початка-собиратель. И отправим на 34-ое поле собирать наш подсолнечник. Кукуруза, кстати, тоже на протравитель семян у нас пойдет. Излишки. Табак будем продавать. Он нам не нужен. Так, контракт у нас с полю 65 завершен. Давайте мы его припримем. Это у нас удобрение было. И отправим его на 29-ое поле тогда. Маленькое. Удобрения у него закончились, поэтому пускай он поедет пополниться сперва. У нас там удобрения вроде как еще есть. Все нормально с ними. Все, друг, давай, ядь, работай. Так, у нас тут столпотворение. Это ожидаемо. Мы возвращаемся к нашему вот этому Нью Холланду. И его отправляем на 34-ое поле. Вот оно, поле 34. И то же самое, ему 12,2 метра. Давай, друг, тоже погнал. Возможно, кстати, пока будут убирать 34-ое, 35-ое поле. Другой початкособиратель как раз уберет 67-ое. И потом вдвоем пойдут на большое наше поле работать вдвоем парой. Так, ты косилка, друг. Иди, паркуйся. Вот парковка XXX у нас была. Слева находится. Мы туда просто переставить тюковщик, чтобы он не мешал. А наш вот этот GCB, он у нас поедет просто так на дилер-сервис. Тоже, друг, давай, едь. Сейчас тебе обновочку купим. Ух ты, повернул. Ничего себе. Он даже доедет сам до этого поля. А вот Джоник там, я уже вижу, где-то стал. Это, в общем-то, косяк 12-метровых жаток. Они сами здесь ездить не будут. Это было вполне себе очевидно. Но ничего, потерпим. А пока они едут, погнали еще зарядим маны. Потому что комбайны же разгружать надо будет. Ну вот они, три наших красавца. Ставим им работу с комбайном. Одного отправляем на поле номер 34. Ну и выгрузка, разумеется, на элеватор. Вот он, кстати, как раз и приехал. Этот поехал. Биг М тоже припарковался. У него все хорошо. Второй ман у нас поедет на поле номер 69. Давай, погнал. И белый наш ман. И мы тоже ставим работу с комбайном. Он у нас поедет на поле 67. И тоже, соответственно, выгрузка на элеваторе. Все, ребятушки, поехали. С этими мы разобрались. Ну и самое веселое, друзья, у нас созрела наша люцерна. Здесь должен быть супер хороший урожай. Кстати, по эко-счету наше 45-ое поле 99 баллов. 34-ое 99 баллов. Уже началась уборка, так что тут все будет хорошо. 35-ое у нас выровняется чуть попозже. 38-ое 99 баллов. На 35-ом вроде как еще не все прекрасно по эко-счету. Здесь почему-то удобрениями была промашка. Ну ладно, ничего страшного. Но и здесь тоже, надеюсь, с удобрениями никакой промашки не будет. Должно будет быть 99. Так что мы выходим прямо в положительный. А, ну и здесь мы тоже все сделаем прекрасно. После этой уборки все должно будет быть хорошо. Потому что там нам счет трохи подпортило. Так вот, это все дело надо скосить. Насколько я понимаю, эта косилка у нас убирается. Тюковать, как я уже говорил, я задолбался. Я решил, друзья, я знал, что рано или поздно я приду к этому моменту. Я не очень хотел использовать читерскую технику. И, возможно, кто-то бросится у меня камнем. Но, друзья, я нашел фуражный прицеп. Даже делать самому не пришлось. Где наш магазин-то? Вот он, наш магазин. Вот такой вот прекрасный Бергман Шаттл. У него чуть-чуть изменена зона погрузки по краям. Чуть-чуть расширена. И его можно немножечко увеличить в размерах. То есть он есть на 80 кубов, на 50 стандартных, на 150 и на 300. Меняется это здесь. Вот баг для силосных добавок. Если кому интересно, этот модик тоже на сайте у нас будет. Я поставлю на 300 кубов. Я думал 270 сделать. Знаете, как грузовик наши тюки собирал. Вот, я ставлю на 300. Баг на силосную добавку не нужен. Я с этим играться не хочу. А также его можно покрасить. Давайте, наверное, G-CB-шные цвета ему предложим. Раз он у нас G-CB-шкой катается. Или не очень это красиво выглядит. А если с крышкой? Крышка, наверное, нам не надо. Во, слушайте, вот это вполне себе ничего, да? Вариант. Основной цвет сделать с маляной. Что такое дизайн у нас? Непонятно. Я не заметил, что с каких-то изменений. Надо просто сделать другой цвет. Розовый, например. Что у него розовое стало? Внутренняя вот эта хреновина. И все. Пускай она будет оранжевой. Во, короче, красиво получается. Мне нравится. Мы эту штуку покупаем. А, номер, конечно же, да. 65-й у нас уже используется. Он мне не дал купить. Потому что повторочка. Ставим 66-й. И за 90 тысячу, за 91 тысячу такую штуку покупаем. Что-то я сегодня заговариваюсь. Ну а этот прицеп мы, разумеется, продаем. Он нам отслужил много. Но с нашими объемами такое сейчас не справляется. У нас осталось 170 тысяч. Но сейчас контрактики подделаем. Трохи денег поднимем. Может быть, даже за зиму они не потратятся на всякие техобслуживания и так далее. Я имею ввиду обслуживание техники, не техники, производство, амортизацию недвижимости и все такое. Слушайте, эта парочка вполне себе нормально смотрится. А первое, что мы делаем. Назначаем новое парковочное место. Парковка-фуражник нашему прицепу. Бздынь и готово. Ну и стой пока что здесь. Нам, друзья, нужна наша косилка. Мы ее отправляем косить поле номер 50. Ох, это надолго. Пару раз его покосим. Сделаем себе хороший запас люцерны на какое-то время. Маршрут простой, понятно. И ты, друг, едешь, потом паркуешься. Ну и все. Шуруй на поле 50. Этот маршрут для сбора мы ему косилки копируем. Так, эти опять не доехали. Точнее, не опять, а все еще. Черт, его надо снимать с отбойника. Не люблю такое. Ну что поделать. Они уже скоро доедут, кстати. Вроде как там... Да нет, он здесь не хочет вообще ехать. Ох уж, это задняя поворотная ось. Не умею я таким рулить. Давайте отбойники проедем там дальше. Его отправим. Черт, я сам в него впилился. Проще его перенести. Все, давай едь. Наконец-то, может быть, доедешь. Маны как раз сзади. Это хорошо. Комбайны начнут работу. Эти начали. У них тоже все хорошо. Тут вроде как никаких проблем быть не должно. Он все нормально должен будет убрать. Известь сыпется. А что так много сыпется? Хотя он уже вокруг проехал. Всего 10 кубов потратил. Нормально здесь сыпется. Не сильно много. Целый бак 6 тысяч заправили. Все нормально. GCB, друзья. Мы отправляем на поле 50. Счетчик этот мы сбрасываем. На поле 50. Выгружаться на склад тюков выгрузка. Возить он будет люцерну свежую. И курсплей включи. Маршрутик этот мы вставляем, который у нас от косилки. И, в общем-то, давай едь, это все дело собирай. Вместительность 300 кубов. Это прекрасно. Не, здесь никакого оврага вроде как нету. Поэтому он нормально начнет здесь работать. Сам перецепит жатку. Это прекрасно. А этот товарищ тоже вроде как доберется. Без проблем. Все хорошо. Когда заполнится наш склад тюков, там вроде как не сильно много места для люцерны. Да, пока не завезешь, не пишется. Но, скорее всего, немного. И, скорее всего, мы его полностью забьем. С такого поля, с хорошей урожайностью. В общем, остатки буду возить на элеватор. Не проблема. Так, косилка прибыла. Прибыла косилка. Я просто, чтобы точно знать, что она именно косится. Потому что я еще и таким никогда не занимался. Азот идеально. 200 из 65 требуемых. Это идеально по-вашему? Ну ладно, там дальше просто везде 200 было. Все нормально. Да, эта штука косится. Волок, слушайте, по-моему, довольно толстоватый. И край он не собирает. Потому что я ему поставил косить 1 метр от края поля. Но это все хорошо. Да, надо будет это поле после уборки еще раз удобрить. А удобрение он требует прям много. 200 килограмм на гектар. Черт. Ну, извести будет требовать не сильно много. Не, вот эти края подбирать. Честно говоря, желания нет никакого. Все будет у нас здесь хорошо. Ждем тогда Джесси Бишку. Она, кстати, уже тоже подъезжает. Ну, за этот метр мы грызться не будем. Да, вы понимаете. Не хочу просто даже настройки сбивать, которые уже были. Так, Джесси Бишка приехала. Контракт на поле 29 завершен. Давайте мы его просто примем, чтобы удобрение не разбрасывал. 13 тысяч всего еще. 23 и 77 ему удобрить надо будет. 77 довольно большое. Давай, начинай собирать. Посмотрим, сколько в тебя лезет. Насколько быстро ты забиваешься этой самой люцерной. Ребята, искренне извиняюсь за такой прицеп. Ну, потому что оно по-другому никак. Все, он пошел собирать. Подбирать он будет прям чистенько. Опять-таки, немножечко расширенная вот этот подборщик. И сыпет он ее очень много. Чувствую, он все равно накатается сегодня. Разгружаться и ездить будет часто. Так, у нас вот этот товарищ закончил. Поле 23 у нас следующее идет, небольшое. Поэтому давай едь на поле 23. Начинай работу. Этот будет почти 2 часа косить. Ну, как и наше 45 поле. Ничего нового. Так, а табак вот этой штукой у нас не собирается. Прекрасно. Видимо, табак собирается тоже почетко-собирателями. Вот это, наверное, похоже на табак, да? Да, это у нас явно табак на картинке. Ну, ладно. Значит, меняем ему жатку. Немножечко покатался комбайнер наш. Ну, ничего, бывает. Едь на парковку тогда. Ну и, в общем-то, друзья, у нас все работают. Соответственно, я по-быстренькому здесь все убираю. Добиваю эти контракты. Свожу весь урожай на нашу базу. И мы с вами встречаемся тогда, когда будем развозить этот самый урожай. И сдавать контракты. А может быть, я и сам их сдам, потому что будет еще культивация посев. Да, этот товарищ сильно облегчит мне теперь жизнь. В общем-то, встречаемся в конце уборочной. Итак, час дня у нас. Октябрь продолжается, уборочная закончилась. Есть у нас еще целых три контракта. Это уже последняя. Вспашка, культивация и культивация. Они уже почти выполнены. Хотя кому-то там еще почти час работать. Но это ничего страшного. Остатков с кукурузой у нас осталось 17,5 кубов. Под солнухов мы собрали 373 куба. Все это дело нам нужно отвезти. А, и табака осталось 12,500. А почему? Осталось, если я собирался его продать. Странное дерьмо, но ладно. Также, друзья, я успел замульчировать и посыпать известью 34-е поле. А 35-е поле я посыпал известью и потом замульчировал. Так получилось именно такой порядок действий. С 36-го у нас убраны все сорняки. Где у нас рожь растет. 39-е поле, друзья, сейчас мульчируется. И известью оно тоже, соответственно, было посыпано. Так что тут все путем. И с 38-го тоже были убраны все сорняки. Кроме вот этого вот безобразия, которое здесь не просеялось. Но еще. Также, друзья, мы собрали 50-е поле с люцерной. И его я тоже уже успел посыпать известью. По-моему, только-только он закончил. Уже вот едет домой. Получилось так, что ему 50 кубов ушло на все это поле. А если быть точным, 50 кубов и 201 литр. И он за этими 201 литрами ездил пополняться потом. По эко-счету, друзья, в принципе, все неплохо. 34-е поле 99. 35-е тут почему-то известь не до конца сработало. Что странно. И с удобрениями все плохо до сих пор. Но вроде как уже вот в следующем году прям должно и на этом поле все выровняться. 38-е поле 99. 39-е 99. 36-е 97. Тут что-то как-то немножко по азоту просадка есть. Ну ладно. И 98-е поле 98. Точнее 50-е поле, что это 98-е. Тут немножечко по удобрению тоже просели. Почему, непонятно. Возможно, потому что вот как крайки не собраны. Нам, друзья, осталось это поле еще замульчировать. Обязательно надо. Хотя это будет настолько долго. И не такой большой прирост урожая даст. Может и не буду. А также это поле обязательно нужно удобрить. И что-то я думаю, что может быть и обойдемся мы без мульчирования. 2,5% урожая. Такое поле долго будет делаться. Тут его и так много. Этого самого урожая. Если быть точно, мы собрали 3 миллиона 313 тысяч литров. И погнали, в общем-то, весь наш урожай как-то распределять. Куда? Куда надо. Даже несмотря на то, что у нас 300 кубовый трактор, теперь прицепчик. Но все равно это относительно долгое занятие было. Если бы мы тюковали, то это вышло бы примерно то же самое по времени. Может быть чуть-чуть быстрее была бы тюковка. Потому что тюки собрать быстрее, чем траву с поля. Но зато такой способ не требует никакого моего участия. Что меня очень порадовало. Итак, что нам надо куда отвезти? Во-первых, кукурузу надо отвезти на протравитель семян. Это у нас, кстати, по-моему, тоже третья линия. Да, кукуруза это третья линия. Прекрасно. Заодно ее тоже и запустим. Далее. Люцерну надо будет отвезти на силосную башню. И на производство компоста, по-моему, ее тоже можно отвезти. Да, тут есть компост из люцерны. Причем ее не так много ест там. Я думаю, один прицеп 300 кубов мы и отвезем. Ну и да. Где наша силосная башня? Вот, тут есть силос из люцерны. Наверное, мы даже две линии запустим сразу. Силосной добавки, конечно, будет тратиться уйма. Но зато будет дохрена силоса. Силос тоже можно продавать. Это тоже бизнес. Просто для сравнения цена силоса и цена люцерны. Силос в лучшее время 189 стоит, а люцерны 49. То есть, ну, имеет смысл, в общем. Все это пере... А, ты приехал. Я думаю, кто приехал? Вот, поэтому будем, в общем-то, это тоже перерабатывать в силос, в компост. Мы еще два таких урожая соберем. И все у нас будет клево. Также подсолнухи мы отвозим на наш НПЗ. Точнее, ну да, НПЗ, все правильно. И запускаем линию там. Ну, а табак мы продаем, потому что он нам не нужен. Также по поводу модика. Как видите, в левом углу у нас сейчас горит, что садоводство принимает склад для тюков нового типа. Льняную солому 2 миллиона литров. Он, в общем, показывает три графы. Куда? Откуда взять? И что? И сколько? Но на самом деле, как я уже говорил, надо, чтобы этот модик поработал немножечко подольше. И здесь можно включить отображение, за чем мы будем следить. Вот я просто для пробы включил льняную солому. Вот она. Поставил просто установить рекордную цену. Просто на сегодняшний день, сколько этот мод стоит, рекордной ценой была 136. Когда я включил этот мод, цена была 132. И он ее зафиксировал. И вот пока она 136, он будет показывать. Если меньше, то нет. В общем-то, пускай этот мод у нас годик работает. Он просто в течение года посмотрит цены на все товары. А потом мы здесь выставим, что у нас идет на продажу. Опять-таки, если что-то мы не хотим продавать, например, мы не хотим продавать навоз, то он, в общем-то, и не будет нам показываться, что его можно продавать. А что захотим продавать, то будет показываться. Вот эту штуку мы отключаем. Она нам сейчас не надо. Просто надо подождать, пока он обновит вот эти рекордные цены. И все будет классно. Будет очень удобная штука. Между тем, контракт на поле 67 у нас завершен. Мы его принимаем. И 27 тысяч у нас сверху есть. В общем, давайте отправлять всех в работу. У нас тут, увы, не так много удобрений осталось. Но я думаю, на 50-е поле должно вот этих 18 кубов хватить. Очень на это, по крайней мере, надеюсь. Да, поле, конечно, не маленькое. Давай, друг, едь, удобряй 50-е поле и возвращайся обратно. Далее, нашу возилку, вот эту вот маленькую. Мы ее отправляем отвезти кукурузу на протравитель семян. На производство семян выгрузкой ты везешь кукурузу. Будут нам семена. Давай, погнал. Ты один раз... Стой, один разик же всего, да. Давай, едь. Далее, подсолнухи. 373 600 у нас есть. Малень, сейчас заполнит все удобрения. А, немного он заполнил. 12 кубов осталось. В общем, еще на одну заправку полную. Все нормально. Это 6,2 раза съездить. В общем-то, маны по два раза, а потом отправим нашу возилку. Там как раз 17 200 останется. Как раз для возилки маленькой. Погнали, маны тоже зарядим. Каждому по две поездочки ставим. НПЗ выгрузка сыпучая. И возишь ты у нас подсолнухи. Погнал. Черт, ему скоро в сервис. Сможет сбросить это все дело. Ты у нас тоже едешь на НПЗ выгрузка сыпучая. Два раза везешь подсолнухи. Давай, погнал. Ну и ты, черненький. Тоже едешь два раза. Тоже везешь подсолнухи. И тоже едешь на НПЗ выгрузка сыпучая. Погнал. Все, эти ребятушки справятся. Погнали еще GCB нашу зарядим. У тебя, друг, будет две поездки. Грузишься ты у нас на элеваторе. Выгружаешься сначала в компостер. Компост выгрузка. И везешь люцерну. Всего две поездки. Он выгрузит люцерну. И пока будет ехать на загрузку, мы ему поставим, чтобы он в силосную башню поехал. После чего он прямо отсюда и приедет сюда на парковку. И все у него тоже будет классно. Погнал, друг. Давай грузись. Ну и друзья, тогда мы еще включаем компост из люцерны. Сейчас он туда приедет. Включаем топливо из подсолнечника. Потому что подсолнечник тоже туда сейчас приедет. И включаем силос из люцерны. Две линии сразу. Пускай тоже перерабатывается. Ну, все уехали. Все молодцы. Что у нас тут по техобслуживанию? 60 кубов есть. Ух ты. Давай загрузим это все в спринтера. В общем-то работа у всех ясна. Тут еще некоторым надо 30 минут вот этому доработать товарищу. А, 2 минуты вот этому все буду работать. 38 минут вот этому товарищу, который пашет. Кстати, у нас же новый трактор появился. Не совсем забыл вам об этом сказать. Были контракты на вспашку. Вот эти два поля, которые известь были. Они потом были контракты на вспашку. Я, в общем-то, купил нашему второму плугу Нью Холланд. Плуг перекрасил опять-таки в цвет Нью Холланда. Этот Нью Холланд у нас 273 лошадки. И он работает 18 км в час. На него можно будет поставить двигатель чуть помощнее. Наверное, вот его мы потом поставим до 20 км в час. Соответственно, он там и намного быстрее закончил пахать это поле, чем фэнд, который едет 14. Этот фэнд у нас пойдет, скорее всего, на камнесборщик. Я давно уже подключил камни, но мы еще даже ни разу не было потребности их собирать. Но такую штуку надо будет обязательно обзавестись. Просто сейчас не горит. И, соответственно, под этот плуг мы купим тоже что-нибудь помощнее. Но это, друзья, в некотором обозримом будущем. В общем-то, эти ребятушки у нас пока что работают. У всех все понятно. Мы с вами встретимся тогда в ноябре и будем готовиться к зиме. Отставить, друзья, встретимся в ноябре. Мы встречаемся прямо сейчас. Я забыл про штуку, которую хотел поставить еще в прошлой серии. У нас есть, друзья, такие небольшие производства, как коллектор сточной воды. Вот такая вот хреновина. Пять мест на карте есть, куда их типа можно всунуть. На самом деле их можно всунуть и больше, но давайте по фэншую все-таки будем работать. Участок 155, 156, 157, 158 и 159. Они по карте разбросаны. Очень маленькие участки. И я не знаю, как их даже найти. Но давайте их найдем. Вот 156 я нашел. Вот он прямо, видимо, и на дороге, да? Здесь подсвечивается. Давайте его купим. И как-нибудь сюда перейдем. Вот этому товарищу, кстати, забыл выставить автоматическую дозировку удобрений. Че он не удобряет? Странное дерево, но ладно. Так, где-то здесь, где-то вот здесь, наверное, где-то вот здесь вот, да? Должна быть вот эта штука. Давайте попробуем ее сюда и всунуть. У меня, видимо, стоит расположение везде. Поэтому даже и хрен знает, где его правильно ставить. Давайте будем считать, что здесь правильно его ставить. Давайте даже вот около вот этого домика. Вот здесь вот его поставим. Черт, он мне изменил здесь рельеф, да? О, черт, я опять графончик не подкрутил. Вот я молодец, с работы пришел и совсем про это забыл. То, что вот здесь вот так вот некрасиво получилось, скорее всего, этого не будет, если микрофон нормальный поставить. Все, у меня есть желание эту штуку снести. Здесь получился перепад высоты, действительно. Надо было это место разровнять. Давайте ее снесем, правда. Будет продано техобслуживание, ну и ладно. Ну и за 12500 мы его продаем. Опять-таки косяки с планировкой ландшафта у меня. Да-да-да, как обычно. Давайте вот отсюда мы выровняем, чтобы не было никаких скосов. Чтобы здесь прям ровненькая площадочка была. У чувака ноги забетонировались. Ха, моего в сторонку отодвинем. И коллектор сунем. Бстынь, и он все равно проваливается. До какого лешего? Короче, что это такое? Что вот это такое, мне интересно? Ау, игра. Здесь, друзья, пахнет альт F4. Нет, отвисло. Покинул курс, остановился. А что-то очень жестко багануло. Я такое вижу первый раз. Все как будто улетели в стратосферу. Мы сейчас по карте будем всех искать. А я-то их из таба убрал. Всех. Вот где ты? О, куда вас занесло, друзья? А как будто багануло, и они проехали, продолжили ехать в ту же сторону, куда ехали. Вот как отсюда теперь выбраться из этого леса? Фига себе, этот ман сам выбрался. Так, он едет в последнюю поездку. Значит, и этот поедет в последнюю поездку. Я логичен, как никогда. Ты у нас просто выгружаешься на НПЗ. Давай, едь, чинись, потом выгружайся. Вот этот оказался на дереве. Ты, кстати, поедешь на силостную башню теперь. Точнее, на заборе он оказался. Что случилось? О, боже мой. Все, давай едь. Этот тоже покинул курс, остановился. Нормально так проперло, ребят. Ну, давай, продолжай едь дальше. Ты у нас тоже покинул курс, остановился. Мне не нравится то, что он не удобряет сейчас. Обычно, как бы, если ты неправильно сначала удобрил, мало, например, то ты можешь потом пройтись еще раз сверху удобрялкой, и оно там добьет до нужного уровня. А сейчас вот он что-то не добивает. Непонятно. Давайте-ка сохранимся на всякий случай. А он и свежее не удобряет. Как будто удобрения ему и не надо. Может быть, надо все-таки мульчировать сначала? Не исключено. То есть он видит. А, нет культуры, их нужно сначала посеять. Я понял. Поэтому он и не удобряет. Значит, мы это сделаем в ноябре. Он увидит, что здесь есть культура люцерна. Она же взойдет, правильно? Ее же не надо пересеивать, надеюсь. Или ее надо пересеивать? Черт. Собран урожай. А когда мы траву собираем? У нас собран урожай или становится первая стадия роста? Ладно, в ноябре чуть что можно будет ее посадить, посеять. Когда мы ее посеем в ноябре, соберем в мае. Пересеем. Соберем в августе и засеем потом в августе уже канолой. Пойдет. Пока что, значит, это поле мы оставляем в покое. 69-е поле, контракт, кстати, тоже выполнен. Давайте его примем. Скультивация этого товарища тогда отправляем домой. Вот этому еще 26 минут. Так вот, друзья, коллектор источной воды. Он просто собирает источную воду. Ничего сверхъестественного. Нужно подвозить сюда техобслуживание. Нужно будет подъехать сделать автодрайв там на сбор воды и на выгрузку техобслуживания. Две точки. Но сперва погнали найдем вот эти вот еще участки, где их надо ставить. 155-159. Вот я вижу 158. Маленькая пупучка, давайте его купим. И как раз вот где трактор сейчас проезжает, видимо вот здесь вот он и должен стоять. Давайте поставим. Только предварительно выравниваем все и окрашиваем. Да, видимо надо с кнопочкой В ставить включенной, свободным размещением. А то такое себе получилось. Немножко подровняем. И вот сюда вот этот коллектор бахнем. И он вроде нормально становится. Надеюсь, что триггер здесь большой. В общем-то посмотрим. Да, лучше ставить так. Далее смотрим еще участки. Я, честно говоря, не помню, где они должны стоять. Вот 157. Около кольца маленькая пупучка. Мы его тоже, соответственно, покупаем. И это вот этот угол получается. Ну вот здесь для него выделено место. Опять-таки окрасим все, чтобы не мешало нам. Это раз. Блин, кусты, убирайтесь. Вот этот куст, что не убирается? Или это не куст, а дерево? Падла, не хочет убираться. Немножечко здесь все выравниваем. Хотелось бы относительно дороги, конечно, выровнять. Все, немножко денег даже у нас списало. Как-то оно нихрена здесь и не выровняло, да? Но он наоборот углубляет. Какого лешего? Ну ладно. Здесь просто дорога, видимо, чуть повыше. Вот это идет. Короче говоря, этот самый коллектор ставим вот... Блин, мне этот куст вообще не нравится. Давайте вот так вот на угол его и всунем, почему нет. Ну и далее смотрим карту. 157-й у нас тоже есть. Вот 159-й. Маленький участочек есть, нашел. Ну и попробую его сейчас найди. Я так понимаю, вот этот участок. Опять-таки сначала здесь все вот так вот окрашиваем. Блин, чел, ну вот как ты вот... Вот любишь ты стать так, чтобы мешать. И-и-и-и-и выравниваем это все дело. И готово. Ну и теперь ставим этот самый коллектор. Я думаю, что вот так вот в принципе-то и пойдет. 25 тысяч еще. И, друзья, еще один участок такой надо найти. Во! 155-й. Это оно. Нашел. Прям в городе. Не очень удобно. 122-й для чего-то тоже есть. Это если спуститься вот туда чуть пониже. Насколько я понимаю, вот здесь он должен стоять. Да? Ну да, я в принципе около него стою. Вот на этой площадочке. Может быть даже вот на этой площадочке, кстати. Да, судя по всему. Вот здесь вот он и должен стоять. Тоже здесь тогда побольше немножечко закрашиваем. Вот эту траву, наверное, тоже все уберем. Во! Не знаю, имеет ли смысл здесь выравнивать. В этом месте, наверное, нет. Но на всякий случай эти маркеры мы повозюкаем туда-сюда. И коллектор сюда впендюриваем. Есть у меня подозрение, что надо сходить к первому, который мы ставили. Вот этот. И исправить здесь ландшафт, который мы тут наворотили. Давайте исправим. Получается 25 тысяч лишних мы потратили, но ничего страшного. Объект продан. Опять-таки еще раз мы здесь все выравниваем. Обратно. И в режиме свободного размещения устанавливаем сюда этот самый коллектор. Бздынь и готово. В теории должно работать. Дружище, что ты сюда не выгружаешься? У тебя так близко точка стоит. Тебе не нравится, да? Ладно, давайте ее поставим чуть подальше. Давайте тогда мы поменяем вот эти вот две точки местами. Старый прицеп, кстати, нормально разгружался. Давай, друг, у тебя дубль два. Съезди просто выгрузись на башню выгрузка. Сделай кружочек. А потом паркусь и едь. Так вот, наши коллекторы, друзья. Мы их, во-первых, все запускаем. Это раз. Во-вторых, надо проложить туда маршрутики. И поедем мы это делать на спринтере. Ну что, поехали искать теперь эти коллекторы на карте. Так, контракт 66 тоже завершен. Это хорошая новость. Ему там, правда, еще долго кататься, видимо. Да, целых 15 минут ему еще. Но тебе это, друг, не надо. Едь, паркуйся. А мы таки поехали на спринтере. Искать наши вот эти вот коллекторы. Надо их переименовать. В списке, наверное, будет. Хотя бы по числам. Поехали сначала вот на этот остров. 71-70. Так, что мы здесь, как мы все здесь делаем? Я надеюсь, что загрузка воды будет прям вот с дороги. Было бы очень неплохо. И выгрузка техобслуживания здесь тоже прям с дороги есть. Или сделать его все-таки чуть-чуть поближе. Ну вот, он здесь прекрасно выгружает. Наверное, сделаем мы небольшое ответвление. Самую малость. Вот так вот мы проедем. Во, вот так вот. Значит, смотрите. Вот на эту точку. Во-первых, давайте эти точки, да, соединим. Я надеюсь, фура будет прекрасно здесь заезжать. Так вот, на эту точку мы тогда запендюрим. Давайте коллектор 1. А на вторую до коллектора 1. И, соответственно, по разным папкам их раскинем. Ну и, друзья, еще сам вот этот коллектор. Черт, перевернись ты. Мы переименуем. Коллектор сточной воды 1. Вот. Ну, в теории, тут готово. Где у нас следующее? Поехали вот к этому. Или, знаете, впадлу ехать. Давайте мы туда просто телепортируемся. Ну, реально впадлу ехать. Накатался я уже. Так, здесь, в общем-то, делаем абсолютно то же самое. Во, готово. Точки поставили, коллектор переименовали. Ну и все путем. Ну и наступил ноябрь, друзья, сразу. Давайте начнем с того, что вот эти вот самые коллекторы. Я все сделал, да. Вот они 5 штучек. Я их все переименовал в списках и здесь. И, соответственно, работы больше не было, поэтому я сразу мотнул на ноябрь. В общем-то, точки ТО мы тогда переносим в техобслуживание. Вот, давай, все в техобслуживание. Черт, не туда нажал. Техобслуживание и техобслуживание. И создаем, друзья, еще одну папку. Коллектор источной воды. Давайте просто тогда коллекторы с точь вот. Вот так вот. И раз папки такие длинные собирать нельзя, создавать. В общем-то, в коллекторы переносим точки с коллекторами. Так же, как и техобслуживание, так же, как и топливо-лесоруба, мы будем менять точку загрузки, соответственно. Товарищ, который будет это все дело собирать. И будет кататься все собирать. Итак, друзья, что у нас по заводам? Что вообще в ноябре нам надо сделать? У нас есть три контракта, и все контракты это на известь. Скорее всего, после них появится еще какая-нибудь пахота, потому что это, скорее всего, поля, которые вот морковь, лук, свекла, хлопок и так далее здесь было. Давайте отправим его работать тогда, раз уж он. Тут не пятиминутное дело, хотя вроде он и быстро справится. С поля 68 мы начнем. И давай едь туда работай. Кстати, черт, опять косяки со звуком. Блин, давайте я игру перезапущу, заодно графончик подправлю. Оп, перезагрузились. Давай, друг, продолжай работать. Я, кстати, не знаю, вы видите разницу, то, что в графика стала типа супервысокая, а до этого была супернизкая? Потому что на компе я играю на максималке, а здесь я играю на минималке. У меня вот так вот разница сразу-то и незаметна. Так вот, у нас же еще 50-е поле там с непонятками было некоторыми. Давайте тоже еще посмотрим, в каком оно состоянии у нас. Сбегаем туда, если надо, то засеем. Нет, люцарна растет, сеять ее не надо, но сейчас ее можно удобрить. Поэтому вот сейчас мы отправляем вот этого товарища работать на поле 50 с автоматической дозировкой и пускай он работает. Удобрений, боюсь, потратит он до хрена, но это ладно. Итак, что нам надо вообще сделать еще при нашей подготовке к зиме? Нам нужно обслужить все производства так, чтобы вот хватало на 3 месяца, то есть максимально их забить. Поэтому давайте смотреть, что куда нам надо отвезти. Итак, с нас наш биогаз. Силос тут почти заканчивается, можно отвезти полтора миллиона литров. У нас в принципе всего миллион четыреста этого самого силоса. А вот 900 кубов есть на силосной башне. Давайте силосной башней эти 900 кубов и заберем. Это довольно быстро будет сделано относительно, потому что у нас есть супер прицепчик на 300 кубов. Три поездки ему надо будет сделать, самое долгое он будет это загружаться-разгружаться. Вот она наша GCB-шечка. Три раза она едет, загружается БГА башня загрузка и разгружается она биогаз север разгрузка. Во, и возит силос. И все, давай погнал. А мы погнали смотреть производство дальше. Водочистная станция у нас сейчас сточной воды нету или есть? 606 кубов есть сточной воды. По 37 на коллекторах и в сепаратор сделал 418. В общем-то эти 400 кубов можно отвезти. Они правда быстро переработаются, производство надо будет потом остановить. И коллекторы собирать пока рано. На коллекторах вместимость... А, на коллекторах кстати не очень большая вместимость. Может быть мы раз в два дня и будем их тогда собирать. Ладно, это мы на потом оставим. Далее у нас компостер. Можно закинуть сюда травы. Я думаю даже кубов 150. То есть 3 мана отправить. Один прицеп люцерна можно большой отвезти. Вообще можно отвезти именно 3 раза GCB по 300 кубов. И здесь тоже все будет классно. Салон бобовых закончится, как бы и бог с ней. Ну и компоста 287 кубов. Надо наверное будет его перевести на производство удобрений. Но это ладно, чуть попозже. Далее лесопилка. Лесопилка. Дерево осталось не так много. Все вот это вот дело надо вывести на склад. Лесорубом надо привезти топливо каждому. И наверное по два поддона тоже имеет смысл засунуть. Дерево вот это вот все тоже надо вывезти на склад. И потом, хотя можно и не на склад, можно на поддонах отвезти прямо на лесопилку. Далее наша мастерская. Тоже дизельное топливо стоит туда завезти. И поддон планок тоже имеет смысл завезти. НПЗ наше работает. Топливо есть 200 кубов, если что. Подсолнухи скорее всего закончатся попозже. Корма для свиней 40 кубов. Отвезем его свиньям весь. Далее электронавесы. Техобслуживание в принципе пока что развозить туда не надо. Электрозаряд на распределении стоит. Кстати сколько у нас электрозаряда. Давайте мы его продадим. Поставим на продажу. Через 15 минут продастся. Потом поставим обратно. Далее угудобрения. Навоз надо пополнить. Жидкий навоз тоже надо пополнить. Компост соответственно тоже почти закончился. Сейчас мы ее отвезем. Жидкие удобрения. Склад почти полный. Наверное имеет смысл 150 кубов продать. Независимо от того какая на них сейчас цена. Навоза 120 кубов у нас если что есть. 32 в куче и 87 в сепараторе. Вывезем весь. Жидкого навоза много. Все нормально. У меня такое чувство что наши свиньи стали меньше навоза давать. Хотя оно может и правильно. Потому что у нас совсем молодые они. 3 месяца. Дейли фут у нас 21 куб. И мы максимум на 2 дня сейчас завезем. То есть видимо придется мне зимой это все таки подвозить потом. Возможно свиней некоторых придется продавать. Потому что пока что мы как-то не вытягиваем их кормежку. Далее про травка семян. Нет места. Тоже надо вывезти семена. Обязательно на базу. Удобрения сухие кстати тоже можно вывезти. 2 прицепа возилки отправить. Сепаратор. Дегистата наверное можно завезти. Сточную воду надо вывезти. Навоз отсюда мы тоже вывезем. Гербициды довольно долго делаются. До весны не должно оно забиться. А силосной башней тоже забьем. Да и в общем-то все. Это у нас когда вот этот же Сибишка освободится. И так с кому дольше всего работать? Конечно же нашей Вольве. Которая водовоз. У тебя вдруг 8 поездок на сепаратор. С выгрузкой на водочистную станцию. Водочистная станция водовыгрузка. И возишь ты не Дегистат. А сточную воду 8 раз погнал. Так же вот это наша возилка. Она поедет 9 раз развозить топливо нашим лесорубам. Тоже меняешь доставки. Топлива у тебя полно. На ремонт тебе ехать еще рано. Так что он даже и сбрасываться не будет. Потом припаркуется. Это прям надолго. Далее семена надо вывезти. Давай друг это сделаешь у нас ты сейчас. Ты едешь на семена. Загрузка. Грузишь семена. Там их 200 кубов лежит. Да кстати хорошие цифры 200 кубов. Возишь на элеватор. Давай друг 4 раза погнал. Кстати на протравке семян удобрений в принципе хватает. Можно один прицеп удобрений туда закинуть если они у нас есть. У нас есть 50 кубов. Давайте один прицеп туда. И один прицеп на базу. Так ты у нас производство удобрений загрузка. Загружаешься удобрениями. И везешь его сначала на производство семян выгрузка. А потом если мы не забудем и не профукаем этот момент мы переставим. Далее давайте производство удобрений еще тоже обслужим. Нужно закинуть сюда навоз и компост. Навоз мы возьмем в сепараторе и от свиней. Начнем друзья со свиней. Получается 3 поездки надо сделать вот этому товарищу. Чтобы весь его забрать. Меняем ему отвозить при уровне на поменьше. Ты друг едешь к нашим свиньям. Забираешь у них навоз и разгружаешь его на производстве удобрений выгрузка. И везешь ты навоз. А потом мы тебя поменяем там на сепаратор. Где он там лежит. Если конечно тоже опять таки не профукаем. Но тут проще не профукать. И друзья компост тоже надо отвести. 370 кубов у нас его есть. На водочистной станции 82. Можно один прицеп вывести оттуда. И 5 прицепов вывести с компостера. Итого 6. Такой сколько его влазит то на производстве удобрений. А влазит его всего 300 кубов. Давайте тогда с компостера прямо и отвезем. 5 раз. Как раз он полностью и забьется практически. Ты тогда едешь на компостер. Компостер загрузка. На производство семян выгрузка. И этот самый компост 5 раз туда везешь. Давай погнал. Так вот этот товарищ как раз первый раз загрузился. Едет на производство семян выгрузка. Загрузился удобрениями. Сейчас он здесь выгрузится. И мы ему поменяем точку разгрузки на элеватор. Во. Выгрузился. Давай следующую поездку ты поедешь на элеватор у нас. И едь все таки 2 раза. Хотя нет. Едь один раз. Для жидких удобрений там тоже что нибудь оставим минимально. Плюс удобрения нам сейчас скажем так нужны. У нас там 50 поле удобряется. И удобрений там тратится много. И вот товарищ приехал тоже за навозом на свинарник. Сейчас он здесь загрузится. И мы ему точку загрузки поменяем на сепаратор. Там правда я маршруты немножко менял. И он там может не загружаться. Но это ладно. Все давай едь. Следующий у тебя сепаратор загрузка. Должен будет справиться. Ну и друзья вольву нашу вот эту тоже отправляем на лесопилку. Еще мы там закинем дерево. Все что есть. Кстати здесь у нас дерево я сюда отвозил. Здесь 60 кубов. Но в принципе один раз тоже может съездить отвезти. Давай друг забирай со склада все дерево. И тоже на лесопилку отвози. Чтоб им там хватило до весны. Так друг стой. Словил его вовремя. Погнали загружаться у наших лесорубов. Так стоим. Включаем автопогрузку. И идем выгружать все поддоны которые у нас тут есть. Выгружаем полностью даже и не полные поддоны. То есть все в ноль. А теперь садимся в нашу вольву. И их отсюда забираем. Они зараза тяжеленные конечно. Но и что ты не залез. Боже она вообще не останавливается. Эй ну поддон ну лезь ну пожалуйста. Там же не могло место закончиться. Его руками сдвинуло и он залетел. Так и вот эти вот 13 штук тоже забираем. Есть готово. И наша вольва просто в шоке. Она с места сдвинуться не может. И мне кажется она тут просела просто жуть. Так кто-то у нас уже прибыл на парковку. Кто-то завершил свои темные делишки. Да она реально просела. Так первый друг у нас приехал на разгрузку. Пускай он сначала выгрузится. Пока он выгружается мы посмотрим сколько всего нам надо во-первых с лесопилки вывести. На наш склад сколько там планок. 125 кубов поддонов. Плюс-минус тоже. Всего плюс-минус 125 кубов. Это по 25 поддонов каждого материала. То есть две поездки по 50 поддонов. Ну и хорошо. А сейчас мы наше дерево попытаемся выгрузить. Становимся вот тякут. И прям на этот триггер. Давай погнал выгружайся. Поддоны большие выгружаются относительно долго. А пока они тут выгружаются. Мы друзья давайте создадим еще 6 поддонов. 30 кубов. И разнесем их нашим лесорубам. По два поддона к каждому. Это прям с запасом у них тут все будет сейчас. И второй такой хоп. Второму лесорубу хоп. И второй поддон второму лесорубу тоже готово. Ну и третьему лесорубу с другой стороны мы обойдем. Топливо им сейчас всем привезут. Кому-то уже привезли. Давай второй поддон третьему лесорубу тоже все путем. Так вот эти вот поддончики мы загружаем обратно в Вольву. И выгружаем обратно на триггеры. Пусть они там пропадают. Вольву мы тогда сейчас по автодрайву отправим опустошить склад нашей лесопилки. Я так понимаю у него будет две поездки. Так стой не тот режим я тебе поставил. Вот этот режим. Две поездки. Погнал. Сейчас он сюда приедет. Мы его загрузим чем-нибудь. Так парковка контейнер прибыл. Это нам не интересно. Нам интересна больше вот эта штука. А эта штука нам сейчас съездит и отвезет корм нашим свиньям. НПЗ загрузка сыпучая. Загружаешься. Свинарник еда вода разгружаешься. Везешь корм для свиней. Три раза погнал. Еще я думаю друзья наверное имеет смысл развести техобслуживание всем. Сейчас как раз на зиму. Давайте забьем спринтер полностью сколько там влезет. Как у нас тут вообще это в этих абсурдах. А уже копится оно. Прекрасно. Отправим его сейчас покататься. Пускай катается через все точки. Включая кстати новые точки с коллекторами. Но там почти ничего не надо. Также нам кстати всю технику надо помыть перед зимой. Давайте начнем с наших комбайнов. И давайте их заправим. Тут же топливо должно быть 2600. Может кстати и не хватить. Два комбайна прям пустые пустые стоят. Хотя я игру перезапускал там. В них что-то нагенерировалось. До минимальной отметки. Давайте вот между ними. Нифига себе как лагает. Давайте вот так вот заедем между ними. Видимо плохая идея была. И нормально этого можно заправить. И этого тоже можно заправить. Так я отправил компост на производство семян. Почему я так сделал? Надо на производство удобрений. Я что-то вот на монтаже часто замечаю. Что да и в принципе я часто путаю семена и удобрения. Что-то видимо со мной не так. Так а я не разблокировал. Я понял. Я не разблокировал эту возилку. Этот маленький тракторенок. 722 литра осталось. В Джоника все не влезет. Точнее Джоник мы не заполним. Но залезь же в него. Ну пожалуйста. Через меню приходится. Ну что поделать. И я его чуть-чуть отодвинул с места. Но ничего страшного. И хотя можно его отправить на парковку. Перепарковаться. Вполне себе решение. Так а на шоу. А извести наверное пополняется. Да? Не хватило прицепа извести на 68 поле. Вы че? А я извести забыл поставить минимальную дозировку. Лошара. Такс. Давай я сказал ездить паркуйся. О 40 секунд у него на это уйдет. Они тут стоят с обоими жатками. Но ничего страшного. Ты товарищ. Едешь на НПЗ пополняться. Потом паркуешься. Давай тоже погнал. А не можешь здесь проехать да? Ладно я тебе помогу. Я сегодня добрый. Так. Стой. Дозировку ставим не авто. А самую просто минимальную. Я не знаю может быть это эффект плацебо. Но у меня есть ощущение что он реально меньше извести жрет. В таком случае. Тем временем вот этот товарищ у нас заполнился. И мы ему говорим съездить всех обслужить. Начиная с лесорубов. Им больше всего надо. А мы возвращаемся к нашей лесопилке. Ну и давайте выгружать поддоны. 25 поддонов ДВП. Посыпались они. И давай 25. А тут даже не насобиралось 25 поддонов. Ну и ладно. Поддонов кстати тоже чуть меньше. Планок чуть. Давай планки тоже 25 поддонов. Загружайся. Едь выгружайся. И приезжай сюда обратно. Я тебя еще загружу. Все. Ты погнал. Так. Протравка семян. Линия 3. У нас уже 0 минут. Мы эту линию выключаем. Джуни. А ты уже все довозил. И не сказал о том что закончил. Я пропустил этот момент. Ну нас же силос сюда возил. Да. Точнее вывозил отсюда силос. И закидывал его сюда. Да. Здесь у нас теперь до хрена силоса. А что-то я еще для Джуни планировал сделать. Траву и люцерну. Закинуть в наши силосные башни. Сколько у нас травы лежит. А трава у нас только на складе тюков. Травы у нас не так много. А давай друг тогда. По два прицепа. Травы и люцерны. На силосную башню. Со склада тюков. Все. Надеюсь не забудем. Нет. Давай вот просто два раза мы тебя ставим. А потом мы тебя поменяем. А то я правда забуду. Так. Склад тюков загрузка. И башня выгрузка. Два раза траву вези. А потом два раза люцерну. А пока у нас все катаются. Мы можем сполоснуть наши комбайны. О боже. Какое дерьмо у нас здесь приключилось. Ребята. Ну вы че? Че вы не разъехались? Ладно. Такое бывает. Для этого у нас и есть вот этот вот инспектор сверху. А мы погнали дальше тогда их мыть. Сейчас все будут чистые. Заправленные. Тут 844 литра. А всего бак у него 1300 по-моему или 1100. 1150 наверное. Так. Контракт на поле 68 выполнен. Еще не намыли две большие вот эти вжатки. Но давайте вот этого товарища прервем. И отправим на другое поле. У нас было самое маленькое из трех. Следующее будет поле 52. И сейчас ему внезапно хватит оставшихся. Оставшиеся извести на то поле. Поле 52. Сгенерировать. И... Да. Так себе поле это. Бздынь. Погнал. Иди. Посыпай. И да. Кстати. Культивация на 68 поле появилась. Поэтому давайте отправим культиватор. Он прибыл. Один ман вернулся. Ща мы его тоже куда-нибудь зарядим. Кстати. И Вольваш на лесопилку уже наверное отвезла. Надо второй раз ей... Точнее не на лесопилку, а с лесопилки товар на склад наш перевезла. Так. Поле 68. Давай. Красивое прямоугольное поле. Надеюсь ты не сильно много времени потратишь на это. Так. И парковка зернаус. Еще один прибыл. Прекрасно. Два мана прибыло. Куда мы их отправим, а? Так. Щипу надо вывести. Еще осталось. Ну и получается все. Только манам щипу. И сколько у нас там щипы лежит? 350 кубов. Давай друг. Три раза съездишь. Три раза едь. А красный ман. То же самое кстати. Три раза едет. Отлично. Погнали. Ну Вольву нашу тоже надо загрузить. Что у нас тут осталось? ДСП. 24 поддона. Пускай у них залетают. Бздынь. Но и поддонов тоже 24. Но он не уедет. Я ему поставил, чтобы он не уезжал. Не загружены до конца. Поэтому мы его в принудительном порядке говорим. Едь. Разгружайся. Все. Лесопилку мы заполнили. Опустошили. Еще только вот сейчас щипу. Товарищи наши вывезут. И все. А. Ну и топливо постепенно сюда возится. Заполняется. Тут все хорошо. И техобслуживание. Да. О. Товарищ как раз разгрузил второй прицептор. А вы. Насколько я понимаю. Да. Да. Двигается на место парковки. Давай ставим тебе люцерну свежую. И тоже два раза давай скатайся. А мы погнали. Черт. Я. Погнали домой. Мы эти жатки. Початка собиратели. Свежие что мы купили. Тут тоже все чистенькое. Кроме жаток. Да. И жатки теперь тоже чистенькие. Отлично. Лепота. Так вот этого товарища друзья мы ставим на зарядку. Он кстати не успевает у нас разрядиться за один сезон. И тоже вот это вот все добро мы с вами моем. Этот товарищ у нас не сильно грязный. Он мало работает. Да и пробеги у него маленькие. Надо вот его отправить было возить что нибудь. У него же тут кузов по моему литров на 500. Так. Т8. А. Т8 это наш культиватор. Он прибыл на поле чтобы культивировать. Да. Вот косилка грязная шукопец. Но возможно в следующем году она нам уже даже и не понадобится. Хотя опять таки пока что есть наполеоновские планы. На следующий год. На большие покупки. И фиг его знает как будет с деньгами. Возможно придется делать контракты на тюковку. Как знать. Но сейчас все будут чистенькие. Зимовать у нас все будут чистенькие. Я на самом деле на это столько времени трачу. И непонятно зачем. Да у нас перевозки жидкостей больше всего сейчас будут занимать. Возможно придется в следующем году еще одну бочку покупать. Потому что дегестаты. Вот эти сточные воды все возить. Это ну такое себе. Все. Здесь все чисто и отлично. Кстати свиньи. Им надо завести воды и соломы. Корм то завезли. Воды им как правило надолго хватает. Но надо в общем то завести будет. Обязательно. Я думаю можно под завязку набивать их. Соломы можно отвести даже иманами. Но они сейчас немножко заняты. Так. О компостеру мы забыли поменять точку загрузки. Откуда у нас там еще он? С источных вод. Да. Или с сепаратора. Где у нас компост? На водоочистной станции. Да. Из компостера все вывез. Он стоит ждет. Не может уехать отсюда. Водочист, компост, загрузка. Два раза ты туда едешь. Давай едь. Забирай оттуда компост. Спринтер весь разгрузился. Ну да. Лесорубам надо много. Мы его перехватываем и отправляем на парковку. Этот товарищ у нас как раз едет на место парковки. Что-нибудь ему надо возить? Давайте вот он у нас солому здесь и повозит. Солому можно взять прямо вот здесь. С нашего склада вот этого. Здесь 4 миллиона литров соломы. Отлично. Сюда ее влазит 250 кубов. Для этого товарища нашего. Не, друг, едет домой. Я лучше маны отправлю. Да и лучше солому с элеватора пока забирать. Ты наверное на этот год все. Ух ты. Вольво закончила возить сточную воду. Быстро он однако. Этот у нас тоже вернулся. Молодец. Но для тебя у нас есть работа. Это я точно помню. Ты у нас, друг, должен был дегистат на очистку сточной воды. Нет. На сепаратор. Да. На сепаратор отвезти дегистат. Дегистата у нас 383 куба. То есть 7 раз можешь ехать. Черт, это тоже надолго. Давай, друг, катайся. 7 поездок. Насколько я понимаю, вот одного прицепа удобрений хватило вот то, что сейчас зеленым. Выделено красное. Это вот он приехал пополниться. Но в целом не так много. Чего вот удобрения на 35 поле оказались плохими, я не понимаю. Кстати, нам уже скоро пора будет обновлять наши данные. На 45 поле, наверное, вот мы как раз канулу уберем. И перед посевом травы тут тоже все обновим по курсплею. 34 уже прям совсем. Вот как картинка, видите, потускнела немножко, да? Вот здесь вот прям разница есть. Это когда я курсплеем пробовал пробы снимать. Смотрел, что это такое. Вот они свежие взялись. Здесь более яркая картинка. Вот такая вот история. Так, что у нас где? Кто-то куда-то прибыл. Давайте его искать. О, ты прибыл. Тебя мы еще хотели использовать, чтобы отвезти на компостер. Всякого разного. То есть три раза. Начиная с люцерны, в принципе. Траву и солому ему еще надо будет отвезти на компост выгрузка. После того, как он заполнится, надо его перехватить и заполнить его. Поставить ему заполнение травой. Не забыть. Этому товарищу еще четыре поездки. Он пока только половину сделал. Ты у нас компост не выгружаешь здесь. Почему? Потому что оно забилось. Нифига себе. А как это я так не рассчитал? Едь тогда на элеватор его выгружай. На станцию техобслуживания он едет. Ишь какой. А сколько у нас там еще на этой самой водочистной станции осталось этого самого компоста? 23 400. Они сюда не влезут все, поэтому... Ладно, он съездит и все у него будет нормально. Он сейчас съездит починиться, потом выгрузит вот это. Съездит, заберет остатки и выгрузит их на элеватор и потом припаркуется. Вроде как все вот так вот должно быть. И я надеюсь. Ну и вроде как все при делах, да? Ладно, погнали еще кого-нибудь. Пока помоем, у нас тут есть еще техники, куча. Которая у нас тоже работала и ее тоже надо помыть. Я до сих пор не поменял номерной знак нашей косилки, кстати. Знаете что? Это вот, наверное, сейчас самое время, пока она свободна. Давай шуруй, друг, на дилер-сервис. А вот эта штука уже почти загрузилась. Сейчас он тронется с места и мы ему поставим, чтобы он возил, например, траву. Потом главное на солому не забыть перейти. Давай, друг, следующее повезешь траву. Щепу, кстати, уже последний раз за щепой ребята приехали. Все хорошо у них. Этот уже щепу везет на разгрузку. Этот везет люцерну. Этот культивирует. Этому еще сейчас загрузится, отвезет и еще три раза всех объехать. Лесорубов. Да и в общем-то все. Этот вот отвозит на элеватор компост, который он вез. Он уже съездил, починился. Сейчас он еще заправится, наверное, захочет съездить, да? Есть такая перспектива. Этот товарищ у нас загружает последнюю щепу. Щепы уже у нас неплохой запас. Там, по-моему, больше миллиона литров, да? Да, миллион двести. Прекрасно. Мы продавать ее, конечно же, не будем. Она у нас потом в будущем на целлюлозную фабрику пойдет. И он не хочет уезжать, потому что она слишком быстро генерируется. Он вроде пытается, но продолжает. Да, есть такой момент интересный. Давай, есть, разгружайся. Че ты? О, вот этот товарищ доехал у нас до сервиса. Ща мы ему номерочек поменяем. А то что-то там в ГАИ напутали, выдали неправильные номерные знаки. Настроить. И номер 52 у тебя, друг, должен быть. Да, 52-й свободен. Настроить. Да. Конфигурация изменена. И все прекрасно. Вот несложное действие было, но я настолько долго его оттягивал. Вот потому что лень. Лень она такая. Давай, друг, ездь, паркуйся. Давайте тогда мы, друзья, здесь кого-нибудь помоем. Чизеля пока не будем. Может быть, они еще поедут работать сегодня. А вот эти ребята уже работать точно сегодня никуда не поедут. Поэтому мы их сейчас помоем. Бан как раз приехал. Ща ему еще соломку надо будет отвезти. И вроде как для него тоже на сегодня все. Или это приехал тот, который компост возил. Нет, тот, который компост возил, он еще везет компост. Кстати, они сейчас все втроем и вернутся. А мы сейчас всех троих и отправим соломку перевезти. Как раз они 180 кубов перевезут. Это будет прекрасное число. Плюс заберут они его с нашего элеватора. И все. Ни холл он, кстати, ничего такой. Нам еще, кстати, надо будет купить вторую сейлку. И их трактор к ней. Трактор к ней мощный. На 300 лошадей минимум. Но у меня на примете один уже есть. Косилка тоже вернулась. Молодец она. Так, ман поехал заправляться. Ага, и потом поедет опять за компостом. В принципе, у него там вроде на стройках стоит, что он там пару литров загрузит и сможет даже ехать обратно. Хотя сейчас мы его перехватим. Заправка-то у нас здесь, прямо рядом. Так что он-то далеко не поехал. Правильно. Вон он, заправляться поехал. Здесь он и заправляется. И уже заправился. Так, друг. Ты у нас едешь на элеватор. Свинарник солома выгружаешься. И везешь туда солому. Черт, а я же там задний ход делал, да? Всю троицу сразу отправлять тогда не стоит. Давай тогда едь три раза. Ты у нас как раз починенный, заправленный. Все путем у тебя. Я надеюсь, ман там задним ходом нормально справится. Так, эти товарищи у нас все чистые. Уже все хорошо. Да, у нас жидкости получается самое долго разводится. Ну, оно и понятно. Ман авто три. А жидкости одна. Один ман. Вольво. Надо будет, наверное, еще один взять тоже. Как минимум один. И на компостер еще дизельное топливо, кстати, надо завести. А на производство удобрения еще воды надо завести. На силосную башню силосной добавки надо завести. Черт. Вообще, как-то не круто. Еще и деньги тратить. Так, а что это ты? Я не понял, что удобрелка опять за удобрениями поехала? А ему совсем чуть-чуть не хватило удобрений. Совсем чуть-чуть не хватило в прошлый раз извести. Удобрения-то у нас хоть остались здесь? Один с кубов всего осталось. Черт, все удобрения потратил. Засранец. Так, возилку эту тоже. По-моему, она уже кататься тоже сегодня не будет. С бочки получается больше всего. Дольше всего. Так, контракт поля 52 завершен. На поле 52 у нас была извести. Сколько он ее потратил? 32 куба осталось. А не полный бак. То есть все-таки имеет смысл ставить минимальную дозировку вместо автоматической. Это проверено сейчас вот на личном опыте. Так, поле 52 вспашка. Мы, конечно же, его принимаем. Но предварительно вот этого товарища отправляем. А я плуги помыл, да? Я молодец. Так, куда он там должен ехать? На поле 19. Тоже большое. Но ему оставшиеся извести должно будет хватить. Так, поле 19. Оно у нас где-то вот здесь вот. Давай, погнал. Едь, посыпай там все известью. Даже закупаться не поедет. Нему не надо. Тем временем, вот этот товарищ уже грузит траву. Так что мы ему сейчас это все дело поменяем на солому. Так, солома, кстати, у нас выгружается в свинарник из мана. Что меня радует. То есть он туда нормально заехал. Все, друг, ты следующий раз везешь солому. И на этом все. Все, ты у нас здесь прекрасно заехал, прекрасно разгружаешься. И скорее всего еще даже и прекрасно уедешь, да? Лепота. Отлично, меня это радует. Так, мы возвращаемся тогда на базу. Нам надо на 52 поле отправить вот этих вот двух ребят. Соответственно, генерируем ему маршрутик. На два совместно работающих орудия. На целых пять поворотных полос. Он будет работать влево. Этот самый маршрут мы копируем. И отправляем его на поле 52. Давай, погнал. А вот этого второго нашего чилика. Мы ему этот маршрут вставляем. И он будет уже работать вправо. И тоже на поле 52, как ни странно. Тоже погнал. Все, чистые поедут еще раз вымажутся. Мы тогда продолжаем наши мойки. Все, возилка тоже чистая. А вот этих товарищей мы, друзья, помоем, наверное, в автоматической мойке, да? Начнем с тебя. База автомойка. Погнал. Тут у нас керхеров нету, поэтому... Черт, ну ты точку выбрал, ну прям вообще не лучшую. Давай, вокруг все, как все остальные. С принтера... Блин, я не знаю, имеет смысл его вообще мыть? Наверное, тоже имеет. Давай, друг, тоже тогда едь на автомойку. Какую-то ты точку, друг, нашел прям неправильную. Или он всегда отсюда так выезжает, а? Я как-то даже и не обращал внимания. Ну ладно, паркуйся еще раз. Так, ну и чизеля, получается, тогда сегодня у нас работать не поедут. У нас плуги поехали вместо них. Поэтому чизеля мы тоже можем все мыть. Да, это Вольво уже прям покоцанная, поцарапанная от души. Я, друзья, кстати, на просторах интернета видел такой модик. Там, короче, типа СТОшка такая, триггер тоже ставится. И там вот ты просто заезжаешь на триггер, и там автоматически техника вся чинится бесплатно. И красится. Может быть, каждую зиму именно такой ерундой заниматься? Всех прогонять через этот триггер, по-моему, даже и заправляться там можно. Чурканите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. На зиму технику все перекрашивать. Хотя, наверное, ее перекрашивают весной. Да, и, в общем-то, и топливо сливают, как правило, на зиму. Но мне кажется, это более логично. А мы вон комбайны заправляем все время. И батарейку на зиму заряжаем. Хотя, наверное, зимой заряженная батарейка лучше как-то холод переносит. С другой стороны, заряженная батарейка все лучше переносит. Так, и Кубота последняя. СТ-7 прибыл на поле 52. Вон, молодец. И Фэн тоже сразу прибыл. Но Фэн быстрее ездит, поэтому он его по пятам у него ехал. А вот на поле сейчас New Holland от него уедет. Прям сильно уедет. Так, вот я не помню уведомления, что вот эта вот штука у нас прибыла. И они со спринтером здесь вдвоем не поместились, да? На самом деле поместятся. Мы сейчас сделаем вот так вот. И все, и они вдвоем здесь помещаются. И мы их моем. Они у нас моются сразу вдвоем. Прекрасно, кайфово. Все чистые, да? Или не очень? Да не, чистые, конечно. Все, друг, ты едешь тогда парковаться. И опять ему не понравилась вот эта точка. Опять взял правую. Зачем ты так делаешь? Я понимаю, что она вроде как близко. Так, а спринтер едет парковаться на свое место. А мы тогда берем какой-нибудь Ман или Вольву. Берем Вольву и ее отправляем на автомойку. Давай, друг, погнал. Две минуты он туда будет ехать. Офигеть. А мы тогда пойдем... А, мы здесь всех домыли. Прекрасно. И чизелей домыли. Тоже прекрасно. Большой спрос на склады. Неинтересно. Спринтер прибыл на парковку. Сейчас еще этот прибудет на парковку. Так, давайте еще Мана отправим на автомойку. Там как раз у него фора небольшая есть. Автомойка. Погнал. Давай, чувствую, здесь что-то произошло неладное. Да? Не разъехались, товарищи? А куда ты, мой друг, едешь вообще? Едешь к точке загрузки. Ты у нас солому возишь. Два раза ему еще оставалось съездить. Не доехал парниша. А я-то думаю, где он пропал. Потом увидел, что стоит. А потом увидел на карте, что стоит. Так, третьего Мана тоже отправляем на автомойку. Автомойка. Давай, друг, погнал. Тем временем сейчас Вольва должна будет сюда доехать. Мы ее быстренько моем. И пока сюда доедет второй Ман, мы его как раз и припаркуем. Бзынь. И стал чистый. Мне на золотом колосе мойка нравится, как работала. Просто заезжаешь туда, и оно тебя моет. Причем постепенно, в зависимости от загрязнения. То есть, как Керхер примерно. Все, друг. Давай-ка мы тебе, во-первых, шторку закроем. Ага, сначала заведите двигатель. Ну ладно. Закрываем шторку. Че она не закрывается-то? Все, пошла закрываться. Отлично. Давай, друг, едь на парковку. Освобождаем место для Мана. Соответственно, Ман заезжает. Мы ему включаем. Там уже и следующий он. Я там прям быстро его отправил. Но ничего страшного. Двери закрыты. Он туда упрется, проехать не сможет. Готово. Все, тебя мы тоже тогда отправляем на парковку. И последний Ман наш заезжает. Мы его тоже моем. И отправляем на парковку. Получается, у нас еще два водовоза и еще один Мана. Остаются с этих гаражей. Так, ну и двери гаража тогда мы тоже закрываем. Вот этому товарищу. Он у нас свое отработал. Этого товарища мы отправляем на парковку. Ну и здесь у нас вроде как все. Недомытые товарищи у нас остались здесь. Давайте домоем. Прям недомытые именно. Все, кром чистый. И тюкалку вот эту вот мы тоже моем. Сейчас она будет чистая. Возможно, в следующем году она не будет использоваться. Я очень на это надеюсь. Потому что я на тюкки смотреть не могу. Надоело. Но мы-то прекрасно понимаем, что далеко не факт. Все, тюкалка тоже чистая. Что-то как-то вот вроде светло, да? А без фонарика никак. Этих товарищей мы помыли. Остались вот эти вот двое. И потом сюда еще приедет Джесси Бишка, которая у нас сейчас выгружает траву. Но она еще приедет за соломой сюда. И отвезет еще солому. Ну и все, здесь у нас тоже все чистые получается. Лепота. Так, с вот этому товарищу. Работать 7 минут. Этот еще едет у нас один раз. Этот уже тоже почти закончил. Этот у нас загружается последний раз. Насколько я понимаю. Да? Да. Это он последний раз загрузился. Едет на лесоруд топлива 2. Но у него еще есть работа на сегодня. Так, водитель Т-195 прибыл. Этот у нас еще одну поездку солома везет. И вот эти ребята еще больше часа будут работать. Такое себе. Этому еще 4 раза. Не, не быстрое дело. Так, у нас прибыла вот эта удобрелка. Давайте мы его тоже тогда помоем. А у нас еще и неплохо денег так остается. Есть вероятность того, что мы весну начнем с положительным балансом. Ну вот и все. Удобрелка чистая. Ну и друзья, давайте на этом, наверное, мы и закончим. Добиваю контракты. Довожу то, что собирался. А зиму тупо проматываю. Возможно, какие-то производства надо будет остановить. Типа вот сепаратора или компостер солома бобовых линию. Это не проблема. Но в целом я всю проматываю. Делать ничего не буду. Ничего возить не буду. Даже если что-то закончится. И будет возможность отвезти. Ну а мы встречаемся тогда в начале марта. Пока что не знаю, какие будут у нас планы на следующий год. Там на бусте был опросик для спонсоров. Ну и сейчас еще висит на данный момент. Я его не так давно. Вот отлично ты вид просто вот заслонил засранец. Так вот, я не знаю, какие там будут результаты. Какие сейчас. Он висит не так долго там. Но пока еще пару дней, короче, до принятия важных решений еще есть. А единственное, только если я вдруг увижу какую-то хорошую цену на что-нибудь. На лен или льняную солому. То я это дело продам. Вот. А так ничего делать не буду. На этом, друзья, у меня все. Если не хотите ждать следующую серию, то она уже есть на бусте. Тем, кто меня там поддерживает, ребята, вам пятюня. И огромное спасибо вам за поддержку. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Вступайте на наш сервер в дискорде. Ссылка на все мои моды есть в описании. Там версии периодически обновляются. То есть они прям актуальны, актуальны. На то, что должно обновляться. Потому что, знаете ли, вот обновился курс плей вчера. И куча багов там. Зачем обновляли? Непонятно. Обновлять просто потому, что там... Просто потому, что новый я не буду. А если там какая-то новая функция классная добавилась, то тогда имеет смысл. Ну, как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok